Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем изучать курс семи базовых заповедей, которые обязан выполнять человек в любое время, в любом месте. Сегодняшний запрет, очень страшный запрет, называется «Не укради!» Запрещено воровать чужое имущество. Всевышний творец мироздания очень четко, невероятно продуманно дал каждому человеку, вот представьте себе, живут сейчас 8 миллиардов людей на планете Земля. У каждого есть какое-то определенное имущество. Творец мироздания всем дал очень четко то, что ему необходимо для жизни в этом воплощении. Кто-то богатый, он может помогать медным, принимать гостей, кто-то небогатый, и у него совсем другие задачи. Все очень четко прочитано в Небесном Суде. Если кто-то думает, что он может корректировать вот это решение Небесного Суда, у него большие проблемы. Если кто-то думает, что вот я могу у него взять, то тем самым он говорит, секундочку, «Мне не додали, ты, творец мироздания, не прав, я знаю лучше, чем ты, и я буду поступать так, как я хочу. У меня слишком мало, у этого слишком много, я у него заберу, я у него украду». Это называется гордость, невероятная гордость, когда человек говорит, что он умнее, намного умнее, чем бог. И всевышний уже сказал, если ты такой гордец, и ты считаешь себя умнее, чем творец, тогда бог с ним прекращает абсолютно все отношения, и написано, что бог не может уживаться с гордецом в этом мире, или бог управляет твоей жизнью, или ты сам, ты считаешь, что ты умнее, все, тогда оставайся один на один со своей судьбой. Когда человек ворует, это просто кошмар, это гордыня, это ты еще заставляешься Вышнего, теперь ему вернуть. Если бог ему прописал, что в этой жизни ему нужно X, а то ему забираешь какую-то часть из этого X, то бог должен его компенсировать, и ты опять же вмешиваешься в все процессы небесного суда великого провидения дворца. Поэтому это очень-очень страшный запрет, и кто нарушил этот запрет, его душа возвращается в этот мир снова, чтобы вернуть тому, у кого он украл. Когда человек ворует, есть заповедь, историю вернуть, ты можешь все исправить, ты взял, ты должен раскаяться, ты должен исповедоваться перед Всевышним, признать, что ты нарушил вот этот ужасный запрет, и самое главное, верни, компенсируй тому, у кого ты взял. Раньше, если поводили с поличным, то человека даже штрафовали, он платил двойной ущерб тому, у кого он взял. Иногда бывало, что были в 4 раза больше платежей, и в 5 раз, это все упоминается в истории, в Талмуде, но самое главное правило, верни, если ты уже оступился, верни. Итак, дорогие друзья, запрет не укради, и это очень-очень страшный запрет. Кто это нарушает? Он отрицает вообще веру в Бога, справедливость в небес. Он просто отрицает любые вот эти вот наши важнейшие духовные правила и принципы. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!